Школа рисования. Рыбакит папа рисует. Добрый день, ребята. Я папа и я рисую простые рисунки для самых-самых маленьких. Сегодня я буду рисовать самую обычную вещь. Грузовик. Вы видите, что грузовик рисовать легко. У меня есть фломастер и мелки. Я нарисую два колеса. Одно колесо. Второе колесо. У них нарисую шины. Получилось два колеса. Теперь я нарисую кабину. Кабина рисуется так. У меня она будет прямоугольной. Вот такая. Вот такая прямоугольная кабина моего грузовика. Так, так и так. Видите? Один прямоугольник, второй прямоугольник. Теперь фары. Горят. Отлично. Теперь нам надо рисовать грузовик. Грузовик. Нарисую кузов моему грузовику. Это не кузов, это его шасси, на чем стоят кузов и кабина. А вот теперь я нарисую кузов. Он тут тоже у меня такой прямоугольный будет. У меня все такое сегодня прямоугольное. Видите? Такой прямоугольный кузов. И здесь такой груз у него. Все. Теперь только осталось раскрасить. Нет, еще не все, не все, не все. Еще дорогу нарисуем. Дорогу, 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 дорогу. А то как он же летает, что ли? Нет, не летает. Мой грузовик едет. И я его хочу нарисовать очень-очень по-настоящему. Как будто он в жизни такой. Мне кажется, кузов у него будет коричневый. Такой коричневый. Смотрите, ребята. Коричневый. Настоящий грузовик. У него коричневый кузов. Ну что, он много возит. Со стройки и на стройку грузов. Может запачкаться. А коричневая краска, она такая. Красивая. Так, а сам он будет синий. Конечно же, кабина у него будет синяя. Вот такая синяя кабина моего грузовика. Я много грузовиков видел за свою жизнь, которые с синей кабиной. Так что бывает. Такое бывает. Так, это мы нарисовали. Колеса. Колеса у него черные, потому что шины черные. Мы покрасим черным. Черным. Все по-настоящему. Как в жизни. Мой грузовик очень настоящий. Как настоящий будет. И его шасси. Шасси у него или темно-серое, или черное. Но я сделаю так. Я сначала покрашу серым. Чтобы не все черное было. Серым. Как будто он только что помыл себя. А теперь немножко с черненьким. Смотрите, вот так. Плошмяк. Покрашу черненьким. Вот получается такой... Немножко запачкался мой грузовик. И заодно запачкаю ему кузов. Потому что и доски нарисую. Потому что он тоже... И вот и кабину тоже запачкаю. Да, да. Запачкаю кабину. Сверху только не буду пачкать. Потому что она у меня чистая. Водитель очень чувстволюбивый человек. Он всегда моет стекла. Нарисовали. Теперь груз. Что у него в груз? Входит песок. А песок желтый. Мы возьмем желтенький. Светло такой. Светло-светло-коричневый цвет. Теперь добавим коричневого опять цвета. Потому что песок он тоже грязноватый. Такой получился. Отлично. И осталось только нарисовать фары. А они желтые. И вот так светятся, горят. И колеса. Колеса, мне кажется, я должен нарисовать тоже синеньким. Тогда это будет совсем уж красиво. О, как красиво получилось. И дорога. Ну, а дорога все знают, что земля у нас коричневая. Возьму коричневый. Коричневый цвет вот такой. Коричневый. Вот тут покрашу коричневым. А асфальт у нас серый. Я возьму серый. Мелок серый. Покрашу серым. И получается у меня как настоящая дорога. Настоящий асфальт. Все, ребята, я закончил. Мой грузовик получился такой, как настоящий. Очень похож на него. Прям синяя кабина. Коричневый кузов. И он весь немножко грязный. И светит. И едет на стройку. Так что это получилось здорово. Старайтесь. И у вас тоже получится. До новых встреч. Пока. Школа рисования. Рыбакит папа рисует. Арт папа для вашего малыша. Привет. Я, Ваня. Приглашаю вас в мою школу рисования для детей. Рыбакит папа рисует. Десять лет я рисую с детьми. Миллионы ребят рисуют со мной каждый день. Главное это увлечь рисовать. Я так думаю. Что вы можете найти в школе? Рыбакит папа рисует. Это, конечно же, курсы от автора. Курсы нацелены на то, чтобы ребенок попробовал все. Акварель. Это первые рисунки аквареля. Они простые, но понятные. И ребенок справится. Это гуаш. Как пользоваться гуашью, чтобы был первый опыт. Также смешанная техника, когда мы рисуем карандашами, мелками, раскрашиваем акварелью. Есть лепка и аппликация. В школе доступен абонемент на год. Когда вы можете подписаться и в течение года посещать все курсы, которые вышли или будут выходить в школе Рыбакит папа рисует. Также есть индивидуальные занятия, когда в течение часа мы встречаемся с ребенком по удобным вам соцсети, например, Zoom, Skype или Яндекс. Мы рисуем, общаемся, знакомимся, делимся своим опытом и позитивом. Такие встречи могут быть постоянны по желанию родителей. Еще одно предложение. В школе рисования Рыбакит папа рисует. Рисуй как ютубер. Что это значит? Когда мы с ребенком делаем студию в его комнате, собираемся, встречаемся по сети, конечно же, записываем наши ролики и делаем единую передачу вместе. И она выходит на канале Рыбакит. Это многим нравится. Такой эксперимент я уже проводил и это интересно. Так что запомните, что это возможно теперь. И еще раз напоминаю, что цель школы Рыбакит папа рисует, это увлечь ребенка рисовать. Всем хорошего дня.